Собрали первый урожай патриотической пропаганды среди школьников и подростков. На эту патриотическую пропаганду было затрачено уже около триллиона рублей. И от школьников, от подростков захотели информации, захотели знания о том, кто для них в результате этих усилий является героем. Но треть школьников и подростков назвала просто своих родителей папу с мамой. Это был, вероятно, дипломатический, мягкий, но, тем не менее, очень хороший выбор. Треть послала опросчиков нафиг и долго крутила пальцем у виска, сообщив, что они вообще не знают никаких героев. А вот последняя треть разделилась очень интересно, потому что 10% назвали героем Человека-паука. Это же прекрасно. Еще столько же Железного Человека и совсем какой-то жалкий процентишка назвал героями персонажей СССР, Второй мировой, там всяких Космодемьянских, Жуковых и прочее. И это неудивительно, потому что если вы вспомните триумфальные когда-то сборы фильма «Властелин колец», то стало понятно, что России с ее великой культурой, в общем, противопоставить гномикам толки, толкам абсолютно нечему. Ну вот нечего, да, о современных каракулях, которые называются литературой, я не говорю. Я говорю даже о так называемой классике, потому что понятно, что, в общем, трудно было не выиграть в этой схватке. Даже просто о человеке «Война и мир» Бильбо Беггинса, этого хоббита, рассказывает гораздо интереснее, чем это сделал чуть раньше Лев Николаевич Толстой. И вот к чему я это говорю, да, говорю, что опять повязали на Мамаевом кургане какого-то полуголого мальчишку. Плесуна, так сказать. Да, и которого сейчас опять линчуют за какой-то танец на фоне мемориала. Вот мне интересно, этот режим все-таки предельно туп или до него когда-нибудь дойдет, что он уже потерял все эти поколения? Он их потерял безнадежно и даже не на основании этого опроса. И единственный способ, единственная возможность у этого режима найти хоть какой-нибудь общий язык с этими сегодняшними мальчишками и девчонками. Обеспечить себе хоть какую-нибудь, ну скажем так, безобидную и не опасную старость. Сейчас у них только один вариант. Раздеваться по поясу и идти плясать рядом с ними. Потому что понятно, что силой никакая сегодня идеология привита быть не может. И я вот не поленился, послушал эту прелестную актрису, девочку Бортич. И не обнаружил... Александр Бортич, да. Да, не обнаружил у нее вообще никакой политической мотивации. У нее нет политики в ее словах. Это не фронда, это хуже. Это физиологическое отвращение от запаха мертвичины этого режима. Это вполне нормальное, естественное желание сберечь милый носик от нестерпимой вони. Но понятно, что режим и дальше будет это насаждать. Понятно, что сейчас ему требуются святые, что православие не работает. Православные святые, в общем, не получили той референтной группы и того признания, и того резонанса в массах, на которые рассчитывалось. И теперь вот будет создан этот культ войны уже окончательно. Но чтобы не повторять ошибок с православием, когда православие торпедировали со всех... Правда, всего один человек это начинал делать в свое время, когда это было еще смертельно опасно. Часто этим занимаются все. Но вот они решили больше не рисковать и сразу обложить культ войны, который они хотят внедрить различными законами. И вот это недопущение сравнения гитлеровской и сталинской армии, оно весь приведет только к одному. Это будет законодательное запрещение. Я просто, например, возьму и вычеркну тему сталинской армии и ее участие во Второй мировой войне из своих речей. Из любых выступлений. Точно так же, вероятно, поступят и все калиберные журналисты в стране. Потому что к войне периодически адресовываться приходится. Ну что ж, значит, тогда я забуду о сталинской армии и буду говорить только обо всталинской, английской. И американской армии. И вы забудете обо всех участниках, обо всех ветеранах. Совершенно верно. Эти глупцы доиграются. Это не эскалирует их бизнес, а придушит его. Это не обеспечит ему неприкосновенности. Через пару-тройку лет сообщение о том, что СССР тоже участвовало в войне, будет вызывать легкое недоумение. И мы видим на сегодняшнем примере тоже, что та же самая Зоя, которая стала уже пресловутой комсомолка-поджигательница, и фильм про нее. В результате к нему, несмотря на то, что на этот фильм сгоняли курсантов, школьников, он вызвал интерес, он вызвал интерес, Оля, у 0,2% населения страны. У 0,2%. И вот закон о так называемом оскорблении ветеранов, который тоже грозит либо 5-миллионными штрафами, либо 5-летними посадками за любую трезвую, непредвзятую и спокойную оценку этих персонажей, привезет то же самое к тому же. Просто никто не будет в большой прессе больше вспоминать. Понятно, что сейчас вот это поклонение Второй мировой войне, это ведь тоже бизнес, это тоже вопрос густоты долларового облака. Это очень хороший бизнес, потому что вклепано обкомами и райкомами, комсомолами и юностями, вклепано в очень многих людей как бы некая священность всех этих понятий в свое время. И сейчас, конечно, это благоговение надо осваивать и монетизировать, потому что ведь это тоже религиозная вера.